Девушки отдыхают Вы пришелец? Для тебя? Конечно Вам нужны аннельные пробы? Ну почему? Вечно одно и то же Кто я по-твоему? Собирать эти дерьма? Нахрена мне сдались ваши жопы? А вы что? Фильм просто танком юмора Проходится по научной фантастике Гомосексуалам и краешком гусеницы Задевает религию Взгревая душу атеистов Если она у них конечно есть Нет рая, нет ада, нет добра Нет зла Нет греха Я могу пить? Ну если хочешь И блудить могу? Наверное И ругаться? Ну да И письки Волосатые подмышки, сраные какашки И жопы Русь тебе это вряд ли поможет Эй ты чего? Перестань! Почему? Почему перестань? Пол это удачная ирония над всеми вышедшими ранее картинами про Кавычки открываются, чужих кавычки закрываются А также он просто экскурс по всем американским местам, где упологам так медом намазано Этот фильм на своих полутора-часовых просторах разместил в себе добрую порцию юмора, вставленную в лихие приключения и даже местами смочил драмой Хоть и многие ржу-немогушечки, вроде бы ничего нового, но в таком контексте смотрится свежо Можно задать вопрос? Да, конечно Вы с Грэмом как бы это, того? Чего? Ну того Того Ну как это, два мужика Что, не доходит? Оооо! 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 Даже шутки про яйца по отношению к космическому существу выглядят как переизобретенное колесо Вы жертва похищения, удерживающий вас в заложниках индивид опасен Нет, что вы, какой там опасен, ну то есть он грубоват, очень робучий и пару раз чесал при мне свои космические яйца Ахахаха В фильме «Люди в черном» есть такой диалог Ты хоть знаешь, что Элвис умер? Ну а вот Пол приоткрывает нам тайну другой личности «Хочется, чтобы у него была необычная способность, что-нибудь такое миссианское, миссианское». «Хорошо, Стивен. А как тебе клеточная регенерация?» «Не знаю, а что это такое?» «Оу, восстановление тканей путём манипуляции с памятью внутреннего поля». «А поподробнее?» «Исцеление, мистер Спилберг». В общем, этот фильм не просто набор шуток, а несёт даже свою философию, отодвигая местами туповатые шутки и передавая ему прелесть на фоне других подобных лент. Напоследок отмечу Саймона Пега и Ника Фроста, которые сами сценарий написали, а потом ещё и сыграли главных героев. У этих мужиков отличный комический дуэт. Кстати, люди, проводившие кастинг, сделали ироническую отсылочку к всё тем же «Чужим». Спойлерить не буду. Также хочется сказать пару слов о самом поле. Не знаю, кто его озвучивал в оригинале, а вот в нашем российском дубляже это сделал Павел Воле. Видеть его в большом кино я не могу. А вот слушать дубляже оказалось очень даже приятно. Кстати, у них проскакивают физиологические сходства. Подкаст «Сегодня в кино» рекомендует фильм «Полсекретный материальчик» для дружеской компании. До скорых встреч на киносеансах! Неплохо, правда?